Настя, ты что так на меня смотришь? Коля, ты знаешь, что сейчас в тренде? А, понятно. До свидания. Ой, стой, там ничего сложного. Ты что-то слышал о ИВВах. Это что за хрень? Коля, ты снимаешь? Да. Друзья, сегодня я разыгрываю именную чашку. Это моя чашка. Пять. Дюймеды, круче. Ну ничего себе. Каборка, стрелы. Настя, я понимаю, что ты не готовишь, но на хрена это все? Ну еще подписчики добавлялись. А подписчики на хрена? Ну, чтобы еще что-то разыграть. Угу, тогда логично. Новый айфон 5С. Современно. И главный приз. Ультратонкий ноутбук. Вот это борьба будет. Условия очень просты. Всего лишь 863 спонсора и подарок твой. В следующем гиве я разыграю квартиру. Чего, блядь? Важное объявление для подписчиков. ИВВ не будет. Никогда. И меня в ближайшее время в сети. Привет. Многие ошибочно полагают, что взросление измеряется в возрасте. Взросление. Это когда ты узнаешь про существование коммуналки. Че-то мне каждый месяц одно и то же присылают. Ладно, выкину. А потом ты узнаешь, что за это еще и надо платить. Ну, и куда это платить? Сколько? Дальше ты узнаешь, что такое химия. И это не предмет в школе. Это моющие средства. Так, и что из этого выбирать? Ладно, мылом все помою. Будучи подростком, мечтаешь о том, что в твоей квартире каждый день будут тусовки. А когда взрослеешь... Какая еще нафиг писка? Ты че? Только квартире поубирала. Ну и, конечно же, признаки взросления это первые морщины. Но чаще всего они появляются, не дождавшись ухода подростковых прыщей. Чтобы избавиться хотя бы от второго, стоит регулярно правильно очищать кожу. После такого очищения кожа сразу такая мягкая, свежая. Самое главное чистая. Как только закончишь с очищением, беги сразу коммуналку платить. Тебе же еще очередь отстоять надо. О, купальники глянуты. Добрый день. Что подсказать вам? Померите вот эту модельку. Вот это отлично, новая коллекция. Вот это ваша. Девушка, я просто смотрю. Понятно, покупать не будете. Это противно и до ужаса. Девушка, а можно вас? Что? Я хочу купальник померить. Последка, подожди, может еще и купить что-то. А есть такое, только с высокой талией. Высокая талия? Девушка, у нас магазин модница, а не старая модница. Если вам нужна высокая талия, вот там вот остановочка. И в машину времени до 2006 года. Хорошо, только дайте мой размер. Так это ваш размер. Девушка, у меня S-ка, а это L-ка. Маломерят, сядут вот так вот. Высокую талию просят. Противная, да, у меня все просто. Это вы про меня? Да нет, это не про вас, про другую клиентку. Какая красота. Мне не нравится. Ну так уж и быть, 3% скидки сделала. Девушка, мне просто не нравится. 5. Девушка, я не буду брать. А давайте я мужчину позову, он скажет, хорошо вам или нет. Мужчина, подойдите. Спасибо за покупочку, носитесь с удовольствием. На пляже будете королевым, гарантирую. Садолбали. Алло, да, братик. А мы уже с девочками в караоке. Да-да, тебя ждем, подъезжай. Эту прекрасную песню я хочу посвятить одному очень дорогому для меня демодельству, который сидит на первых столиках. Андрей, это тебе. Я с одной песней, потерпим, и норм. Девушка, девятачка, ты был мечой моим, крустальною. Здесь какой-то... Настя, хватит, пожалуйста. Настя, хватит, на. Андрей. Это что, это домовое, о котором Будя рассказывал? Девочки, а что вы не поедете в караоке? Сережа, я тебя люблю. Что ты от меня хочешь? Скажи, ты мне всех телочек отпугиваешь. Так они их не очень. Сережа, ты покидываешься на ногу. Андрей, нам надо поговорить. Настя, капец, ты достала, тупо я ухожу. Блин, я что, сумку забыл? Это что, она у меня телок увела? О, норм диски. Костян, угадай, кто? А, Серега. Костян, что, кто еще? А, Настюх, ты? Конечно, я. Короче, Костян, жениться будем, понял? Ты что, Настюх? Ты что, Настюх, я же не готов, Настюх, ты что? Стоять сюда. Короче, моя подруга Ленка недавно свадьбу делала. Они под аками не просто купились, еще 5 косари сверху заработали, прикинь. Алло, Серег, короче, там такой праздник намечается. Костян, ты что, дурак? С этим Серега мы не просто в ноль выйдем, еще в минус идем. Разломает, разворует, только родичи зовем, понял? Как мы узнаем, сколько родичи дарят? Зачем будем при них конверты открывать? Мало подарили, официально попрошу им отдельный счет вынесут. Вот это ресторан, да? Дорогой, наверное. Ничего, самое дешевое закажем. Точно, орешки. Какие орешки? А что бы нарезочку? Да, попросим, чтобы орешки нарезали. Сколько живая музыка? Настюх, по старой схеме пойдем, с телефона музыку слушать будем. Настюх, короче, я тут подумал, я понял, что я еще молодой, я еще не готов жениться, даже за 5 штук. О, братик, здорово, наконец-то мы увидели. Ой, я вчера такую тёлку подцепил, сейчас покажу. Тихо. Что там? Тихо, тихо, двигайся. Андрей! Блядь, заметил. Привет, Андрей. Это что за домовой бежит? Андрей. Ты что, ее знаешь? Да, знаю, мы с ним и кальян ходили курить, я мне на машине подвозил. Братик, ну тебе и вкус, конечно. Моя тёлка тебе, походу, не зайдет. Что ты хочешь? Андрей, нам надо выяснить отношения. Какие нахрен отношения? Ты что, мутишь с домовым? Не, братик, ты что? Я знаю, ты не хотел никому говорить про наши отношения, просто счастье, любить тишину. Ладно, Андрюх, давай, не буду вам мешать, домовенок, давай. Господи, ну и кончено. Андрей, Андрей. Да что ты хочешь, Настя, я из-за тебя и так всех братиков потеряю? Андрей, я давно хотела тебе сказать, выбирай, или братики, или я. Ты точно хорошо подумаешь. Отвали. Андрей, подумай, ты что. Нет, Андрей. Настюха. Костя, ты что, машина, Костя? Тачка. А ты что, руль? А ты что? Костя, сука, ты что угнал? Ты что угнал? Чё я так-то атаксую, мне машинку дали. Костян, ты чё? А ты чё? А ты чё, теперь мы заживём, да, нормально? Костян, ты чё, телек? А ты чё, телек, Костян? Да, телек. Киро себе. Ну куда, ну куда подрезан? Костян, нарушай, тормози, тормози, сказала ты. Ну же не надо, Настюх. Вот это женщина. Тридельщики, ну страна. Настюх, так-то это мы нарушили. Костян, перед чеком неудобно, надо извиниться. Ну всё, поехали. Костян, он чё, фах показал? А ну тормози, сдавай брата, ну всё, теперь ему жопа. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!